Беседа 48, 526, Бытие 23, 5-6 Вы видели вчера возлюбленное мужество правца, видели душу крепче Адаманта, видели, как он сколько от него зависело по любви своей к Богу, сделался жрецом собственного сына, намерением обогрел в крови свою руку и принес жертву, но по неизреченному человеколюбию Божию обратно получил сына живым и здоровым, а за свою готовность был прославлен и украшен светлым венцом. Таков был высший его подвиг, который он совершил, здесь вполне обнаружилась его боголюбивая душа. Посмотрим теперь на силу отеческой любви этого праведника, на то, какое попечение прилагает он о своем сыне. После того необычайного и чудного жертвоприношения, когда он возвратился с горы, постигла его скорбь о Сарре. Выпросив у сынов Хитеевых владение одною гробницей и купив место, он погреб там умершую жену свою, и таким образом со смертью Сары правоте сделать первое начало своих приобретений. Божественное Писание во всем показывает добродетель этого праведника, и то, что он вообще все время проводил как странник и пришелец, заметило также это обстоятельство, чтобы мы знали, что, пользуясь такой помощи свыше, сделавшись столь славным и получив обещание столь многочисленного потомства, он не имел даже собственного места погребения. Не так, как ныне многие делают, заботясь о приобретении полей и сел и всякого другого богатства без меры. Он имел довольно богатство душевного, а о вещественном не прилагал никакой заботы. Да слышат это те, которые вдруг в одну минуту хотели бы все захватить в свои руки, которые на все простирает, так сказать, страсть своего корыстолюбия. Пусть они лучше подражают правцу, который даже не имел места для погребения смертных останков Сары, и только при этом случай, побуждаемый крайней необходимостью, купил у сынов Хикеевых поле и пещеру. А что он был в уважении у жителей Хананейских? Послушай, как говорят об этом сыны Хитеевы 23.56. Сыны Хета ответили Аврааму, Послушай нас, господин наш, Ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похоронил умершую Твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нем умершей Твоей. Но посмотри, как и он их научает, самыми делами своими, не прежде соглашаясь взять у них гробницу, как заплативши за нее должную сумму. Хотя, вы, говорит, и оказываете мне такую благосклонность, но я не согласен взять у вас гробницу, прежде чем отдам за нее надлежащую цену. И, дав сказанной деньги, взял гробницу и погреб там Сарру. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которое на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамом перед очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. Итак, муж, столь славный и уважаемый, имевший такую близость к Богу и пользовавшийся от всех живших в том месте таким вниманием, что сыны Хетовы называли его даже царем. Такой муж не владел даже пядей земли. Поэтому блаженный Павел, прославляя добродетель этого праведника, и писал, «Вера обитала в рам на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Потом, научая нас, как он с верой странствовал, апостол прибавляет, и обожидал города, невидимого художником и строителем которого был Бог. В надежде будущего он презирал настоящее, ожидал больших благ, мало заботился о благах жизни настоящей. И так поступал он еще прежде закона и прежде благодати. Скажи же мне, какое оправдание иметь будем мы после столь великих благовестий и обетований незреченных благ, имея столько пристрастия к благам временным, покупая поля, стараясь всегда и во всем блистать, и все это приобретая с жадностью и хищничеством, на самом деле исполняя то, о чем блаженный пророк, рыдая, говорил, «горе прибавляющим дом к дому и присоединяющим поле к полю, так что другим не остается места». Не это ли действительно видим мы каждый день, не отнимается ли имущество у вдов, не собирается ли сироты и бессильные, не притесняется ли сильными. Но не так поступал тот праведник, желая купить гробницу, хотя и видел он, что те, у кого он просил, готовы были ему дать. Не прежде, однако же, согласился взять, как заплативши должную цену. Размышляя об этом, возлюбленные, будем мы, живущие под благодатью, подражать бывшему до конца. Не станем воспламенять себе страсть большим и большим приобретением и через то приготовлять себе только больший и жесточайший огонь. Огонь неугасимый, пламя нестерпимый. Если мы останемся в таком хищничестве и любостяжании, то услышим сказанное тому богачу, «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется все, что ты приобрел?» Да и для чего, возлюбленный, ты стараешься собрать столько и таких благ? Спустя немного времени, будучи взят отсюда, ты оставишь их здесь, не только не получив от них никакой пользы, но еще понесши на себе бремя грехов с раскаянием, уже тщетным. Сокровища, которые ты с жадностью собирал, может быть, перейдут в руки твоих врагов, а сам ты подвергнешься за них суду и наказанию. Какое же безумие трудиться для других, а самому за свои труды терпеть казнь? 528. Но если мы так беспечны были до сих пор, то, по крайней мере, отныне позаботимся о должном. Постараемся не увеличивать только свое имущество, но позаботимся о справедливости. Дела наши не ограничатся настоящей жизнью, и не всегда мы будем в этой чуждой нам стране, но немного спустя переселимся в отечество наше. Будем же все делать так, чтобы там не терпеть лишения. Конечно, что пользы в чужой стороне оставить богатство, а в истинном своем отечестве не иметь и необходимого, нужного. Итак, умоляю вас, поспешим, пока еще есть время, перенести туда то, что приобрели здесь, в чужой земле. Хотя расстояние места велико, но перенести туда-отсюда очень удобно, потому что готовы для нас люди, могущие перенести туда. Люди, верным путем идущие туда, и в надежной сокровищнице полагающие все, что только мы захотели бы туда через них послать. Именно руками бедных полагается в небесных хранилищах то, что мы даем им. А если это так удобно и благонадежно, то для чего мы медлим, почему не делаем этого со всей заботливостью, чтобы найти свое имущество там, где оно наиболее будет нам нужно? Потому-то и правотец Авраам жил в Хананейской земле как к чужой ему, ожидая того города, у которого художникам и строителям есть бог. Итак, если бы мы захотели подражать этому праведнику, то и мы достигли бы того града. И скоро водворились бы в недрах правоца. Потому что общение дел доставляет нам общение и блаженство. Но возвратимся, если угодно, к продолжению слова. И посмотрим, как после смерти Сарры праведник заботится о сыне, разумея Исаака. Послушаем, как повествует нам об этом божественное писание. Авраам же был стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Для чего писание замечает нам это? Так как в то время правотец направлял свои заботы об Исааке к тому, чтобы найти ему супругу, то поэтому писание означает теперь возраст правоца. Когда, говорит, оно достиг он глубокой старости, то желая отклонить Исаака от родства с хананеми, чтобы он не взял себе жены из среды их, правоцец призывает благоразумнейшего из своих домочадцев. И, поручая ему это дело, говорит, что у него было. На греческом языке написано так подстегно мое, а по-еврейски считается подчресло. Почему же так, говорит правоцец? Таков был обычай у древних. Так же и потому, что здесь было начало рождения Исаака. А чтобы увериться, что таков действительно был обычай, смотри, как он повелев рабу положить туда руку, точас прибавляет. И клянись мне, Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку, жены из-за черей хананеев, среди которых я живу. Заметь, как и раб научает раба он познавать творца всяческих, потому что, сказав Богом небес, Богом земли, он обозначил этими словами все творение. Какая же была клятва? Пойдешь в землю мою на родину мою, их племени моему, и возьмешь оттуда жену, сыну моему, Исааку. Видишь, какую заповедь правотец дал своему домочадцу. Не оставь же без внимания этих речей, но размысли о намерении праведника рассуди, как в древние времена не заботились о том, чтобы приобретать много денег, богатства, рабов или столько-то и столько-то пространства земли, не искали одного внешнего благообразия, а искали красоты душевной и чистоты нравов. Правотец, зная развращение жителей Хананеи, зная и то, какое великое благо иметь единокровную с мужем супругу, с клятвой заповедует рабу привезти жену Исааку из родственного ему племени. Не удерживая его при этом ни расстояния мест, ни другие неудобства, но, зная необходимость этого дела, он прилагает о нем все старания и посылает раба. Правотец так поступает по своей заботливости о добродетели душевной и по отвращению к порокам местных жителей. А ныне едва ли кто захочет и помыслить о чем-нибудь подобном. Напротив, хотя бы жена имела тысячи пороков, ныне ищет только одного – множество денег, а все прочее считается у них делом второстепенным. Но не зная из того, что как скоро развращено сердце, то хотя бы притекло неизмеримое богатство, человек весьма легко может прийти в крайнее убожество, и что не может быть никакой пользы от богатства, если нет души, способной надлежащим образом употреблять его. 530. Итак, правотец дал рабу точное наставление и связал его клятвою. Посмотрим теперь на благомыслие этого домочадца. Как поревновал он боголюбию своего господина. Увидев, что праведник заповедует ему с такой силой, он и говорит правотцу, «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Если встретиться, говорит он, «какое-нибудь препятствие в этом деле, то чтобы мне не приступить к твоему повелению, я спрашиваю тебя, что мне должно наблюдать в таком случае? И угодно ли тебе, чтобы Исаак сам пошел туда и взял там жену? Опять возвратился оттуда. Если жена не согласится идти со мной, как ты заповедал?» Что же, праведник, он не соглашается на это и говорит, «Берегись, не возвращай сына моего туда!» «Да, тебе и не будет там нужды», — говорит он, «потому что тот, кто дал мне обетование и обещал до такого множества распространить семья его, Исаака, тот и в этом деле благо поспешит тебе». «Господь, Бог неба и Бог земли, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, «Тебе и потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего перед тобою, и ты возьмешь жену, сыну моему, Исааку, оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобой в землю сию, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». Иди, — говорит он, — с уверенностью, «я твердо верует, что оказавший мне столько благодеяний к прежним милостям присовокупит и эту новую и пошлет ангела своего перед тобою, он все предустроит для тебя, он укажет тебе и жену, и ты взял ее, возвратишься. Если же случится чего-то не будет, что жена не согласится идти с тобою, то ты будешь свободен от клятвы. Только не возвращай сына моего туда». Но я не сомневаюсь, что Господь благоподпишет тебе, показывая таким образом, сколько надеется он на силу Божию, и пратец запрещает рабу отвезти туда Исаака. После же того, как с такой точностью он дал рабу свое повеление и освободил его от сомнения, так как раб боялся нарушить клятву, не исполнив повеления, положил раб руку свою под стегну Авраама, господина своего, и клялся ему всем. То есть о том, что не отведет туда Исаака. Видишь ли, как с самого начала раб показал господину свое усердие. Смотри же далее, как от наставлений правовца он сделался еще лучше и стал подражать благочестию праведника. Взявшись, сказано, десять верблюдов, и от всех благ господина свое встал и пошел в Мессопотамию. И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал, господи боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Заметь благомыслие раба. Господа вселенной он называет богом Праутса, говоря, господи боже, господина моего Авраама, ты, который оказал ему столько благодеяний. Что же ты удивляешься, если раб называет его богом Авраама? И сам Бог, показывая, как много ценит он добродетель праведника, говорит, я бог Авраама и бог Исаака и бог Иакова. Итак, раб тот говорит, господи боже, господина моего Авраама, благоустрой предо мной, пошли ее сегодня навстречу мне. Как бы так, говорил он, сотвори, да исполнится его желание, благоустрой все по его намерению. Сотвори милость с господином моим Авраамом. Что значит сотвори милость? Значит, исполни его желание. Потом говорит, вот я стою в источнике воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь. И которая скажет мне, пей, я и верблюдам твоим дам пить, пока не напьются. Вот та, которой ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом. Замечая благоразумие раба, он знал страннолюбие правоца, и то, что девице, которую он должен привести к нему, надо бы иметь одинаковый с праведником нрав. Потому раб не ищет никакого другого знака, а хочет узнать характер девицы по ее гостеприимству. И говорит, если она наклонит мне водонос, когда я попрошу у ней воды, не только исполнить мою просьбу, но и покажет собственное радушие, и скажет, и верблюдов, то их напою. То таким образом, через предложение воды, она даст достаточное свидетельство о доброте своего нрава. 532. Рассуди, возлюбленный, как это было важно, что нежная девица, черпавшая воду, не только не отказала рабу в просьбе, но и сложила водонос в плеч, и позволила напиться из него простящему, при том чужестранцу, и вовсе неизвестному, да и не только его, но и всех верблюдов напоила, и таким поступком представила доказательства своего душевного благородства. Или вы не знаете, что и мужи многие часто отказывают в таких просьбах? Да что я говорю о подаянии воды? Иногда люди, держащие в руках зажженные свечи, на просьбы других, подходящих к ним, людей, подождать немного, и дать им зажечь свою свечу, не хотят и этого сделать. Тогда как нисколько не убается огня, хотя бы и тысячи были, желающих зажечь. А здесь женщина, девица, несущая водонос на плечах, не только не вознегодовала на просьбу, но сделала даже сверх просьбы. И странника напоила, и верблюдов добровольно поспешила напоить, а все это устроил человека-любец Бог, внявший молитвам правоца и пославший перед ним ангела своего, чтобы все сделалось так, как просил раб. Таким образом, раб на самом деле узнал силу молитв, правоца, нашел девицу, какой желал, и видел ее чрезвычайное страннолюбие. И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодезу, почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его. Смотри, какая усердная услужливость, в том, что она постаралась и все сделала, и сняла водонос, и побежала снова к колодезу. В том именно является необычайно услужливость девицы. Она не побежала прочь от раба, как незнакомого, и не отказала в просьбе под видом целомудрия, но с великой кротостью сказала, «Пей, господин!» Подумай только, в таком возрасте, какая строгость целомудрия, какая великая кротость, какое усердное страннолюбие! Не цене ли это всякого богатства? Каким сокровищем не предпочтет этого всякий из нас? Вот самое лучшее приданное, вот неисчислимое богатство, вот сокровище, никогда не оскудевающее. Итак, благоразумный раб, видя в этом явный промысел Божий, смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Значит, уразумеет все, что он наблюдал, и самые слова о девице, и взор, поступь, одежду и все прочее, и выжидал случая, да знать, благословил ли его Господь путь или нет. Все до сих пор бывшая уже показывала великую чрезвычайную добродетель девице, а потому вознаграждение за ее послушание и за подаяние воды раб предложил, как сказано в Писании, чтобы взяла она золотую серьгу весом полсикли и два запястья на руки весом в десять стиклей золота. За некий теперь ответ девицы. Как прежде, когда он просил у нее воды, она не только исполнила просьбу, но дав пить ему, напоила, потом и верблюдов, так и теперь на вопрос раба, есть ли место и чья она дочь. Она отвечает, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору, и еще сказала ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». Она упоминает об отце и деде, чтобы раб, узнавший их, стал к ним благорасположеннее. Заметь же добродушие девицы. На вопрос об отце она рассказывает не только о нем, но и о деде. И когда раб спросил только о том, что есть ли место, она отвечает не только о том, что есть у них место, но много соломы и корму. Раб, услышав это, и удивившись столь усердному странно любви девицы, узнавший также, что он не к незнакомым пришел, а в дом на хора, который был брат правоцу, благословил человек, сказано, преклонился и поклонился Господу. То есть принес благодарение владыке, оказавшему такое благоволение правоцу, такое попеченье об нем самом, и все так счастливо для него устроившему, и сказал, благословен Господь Бог, Господина моего, Авраама, который не оставил Господина моего милостью своею и истинною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего. После того, как раб увидел добродушие девицы и все обстоятельно от нее узнал, он, наконец, сам открывает девице, кто он, и своим благодарением Богу объясняет ей, что пришел не из чужого дома, но что пославший его и есть брат на хора. Узнавшая, эта девица с великой радостью побежала, как говорит Писание. Посмотри, как свое усердие в гостеприимстве она показывает всеми своими поступками и бегом, и словами, и своим скромным поведением. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. Все, что услышала от раба, она пересказала родителям. У Ревекки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. Вот и этот своим бегом показывает свое усердие. Увидев же человека, стоявшего у колодези с верблюдами, сказал ему, «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Заметь, как и этот благословляет Господа в присутствии чужестранца и оказывает ему уже на словах большую предупредительность еще прежде гостеприимства на деле. «Иди», — говорит он, «Войди, я уже наперед приготовил храмину и место верблюдам». Потом, когда тот вошел, Лаван расседлал верблюдов, дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. Вот как много и заблуждавшиеся еще люди заботились о страннолюбии. И предложена была ему пища, но он сказал, «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали, «Говори». Что говорит он? «Вы, — говорит, — сделали свое дело, но я не буду думать о своем покое, пока не объясню вам причины, по которой я ползал в такой далекий путь. И зачем я пришел сюда из Хананеи? И как был введен в ваш дом, чтобы, узнав все, и вы оказали свое расположение к моему господину?» И начал рассказывать раб. «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец, и волов, серебро, и золото, рабов, и рабынь, верблюдов, и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему одного сына, которому он отдал все, что у него. Смотри, с какой тщательностью обо всем он рассказывает им. «Я раб», — говорит Авраам, «о которого вы знаете. Знаете же и тот, что он получил благословение от господа всяческих и живет в великом богатстве». Потом, показывая обилие этого богатства, говорит, что он имеет овец, тельцов, серебро, золото, рабов, рабынь, верблюдов, и ослов. Слушайте это вы, богатые, покупающие каждый день по нескольку участков земли, строящие бани, и увеселительные места, и великолепные здания. Смотрите, в чем состояло имущество праведника. Нет у него нигде поля, нет нигде зданий и какой-либо излишней роскоши, а только овцы, тельцы, верблюды. И чтобы знать, откуда у него было такое множество рабов, Писание говорит в другом месте, что все они были домочадцы. Итак, этот господин мой, живущий в таком богатстве и заслуживший великую помощь свыше, уже пришедший в старость, получил от цары сына. Имея одного только этого сына, он и поставил его наследником всего и отдал все, что у него было. Сказавши таким образом о славе своего господина и о рождении Исаака, раб далее говорит о том поведении, которое получил от своего господина и по которому пришел в Харран. И взял с меня клятву господин мой, сказав, не бери жены и сыну моему из дочерей хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственнику моему и возьмешь оттуда жену, сыну моему. Тогда я, представляя себе неудобство об этом деле и рассуждая о трудности его, спросил своего господина, а если жена не захочет пойти со мною, он сказал мне на это, «Господь Бог, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобой ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего, и тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». «Итак, господин мой, говорит раб, дав мне такое повеление, и напутствовав этими молитвами, послал меня, и я ободренный его молитвами, и когда пришел к колодцу, то произнес следующие слова, «Господи Божий, господина моего в рамо, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего, рабу своему Исааку, и посему узнай я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». Так-то, говорит он, молился я внутренно, и просил Бога, еще не кончилась моя молитва, как тотчас же она исполнилась, и слово стало делом. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече, и сошла к источнику, и почерпнула воды, и сказал ей, «Напой меня». Она точно спустила с тебя кувшин свой на руку свою, и сказала, «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов моих она напоила. Усмотрев в этом явное промышление Божие, я спросил ей, «Чья она дочь?» И узнав из ее слов, что пришел не к чужим, а в дом на хора брата господина моего, я осмелся предложить ей серьги и запястья. Очевидно, что так устроено Богом, что молитвы господина моего взошли к нему. Теперь, если вы со своей стороны согласны, говорит, «Скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево. Дайте мне знать об этом, говорит он, чтобы я знал, что должно мне делать. Если вы не согласны будете, я пойду в другое место и обращусь направо или налево». Но как сам Бог благоустроял все по молитвам правоца, то отец девицы и брат отвечали рабу, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго». Рассказ твои говорят, они показывают, что все это произошло смотрением Божьим. Итак, не думай, чтобы мы стали противиться воле Божией, этого с нашей стороны и быть не может. Вот девица перед тобою, возьми ее и пойди. Пусть будет она женой сыну, господина твоего, как сказал Господь. Видите, как в древние времена заботились о выборе жен для своих сыновей, как предпочтительно перед богатством искали душевного достоинства. Не было у них ни записей, ни договоров, ни прочего, что бывает ныне. Не было ни разнородных условий, какие вносятся ныне в брачные записи. Например, на тот случай, если муж умрет без детей, если случится то или другое. У древних не было ничего такого, а была запись гораздо важнее и надежнее. Нрав невесты. Не было у них также ни музыки, ни плясок. Ты видишь, что когда узнаешь, как эта девица приведена была к жениху, раб, услышав слова отца и брата, ее поклонился Господу до земли. Вот как он при всяком случае возносит благодарение Господу всячески, потому что сам Господь поспешиствовал ему во всем и послал правца, послал пред ним ангела и все для них устроившего. Наконец раб, убедившись, что цель его старания достигнута, вынул серебряные вещи, золотые и одежды и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. Теперь смело он услуживает ей, как уже обрученный на словах Исааку, чтит также дарами и брата, и мать, и когда увидел повеление своего господина исполненным, тогда наконец позволяет и себе отдохновение. И ели, и пили они, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, отпустите меня, и я пойду к господину моему. Но брат ее и мать ей сказали, пусть пробудет с нами девица дней, хотя десять, потом пойдешь. Он же сказал им, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему. Для чего, говорит он, отлагать и отсрочивать, когда Бог дал мне во всем такой успех, они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком, она сказала, пойду. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилица ее, и раба Авраамова, и людей его. Посмотри, как эти люди без собственного ведома предсказывают девице будущее, потому что сам Бог направлял к этому мысли их.